Утро на Болткоме Утро на Болткоме Благотворительная ярмарка Продажа всяких интересных вещей Доходы от которых Идут на хорошие дела В этом году Из-за пандемии Все-таки состоится в необычном формате Онлайн Может быть вы расскажете Каким образом С одной стороны это плохо С другой стороны хорошо потому что ведь есть возможность привлечь гораздо больше людей, наверное, к вот этому мероприятию. Знаете, да, мне кажется, всегда есть две стороны. Мне кажется, замечательно, что это вообще возможность пробовать новые форматы и учиться чему-то новому нам всем. Это как такая, мне кажется, позитивная часть. И да, действительно, говорить с большим количеством народа через онлайн — это большая удача. У нас действительно, как вы говорили, у нас были магазины, магазинчики реальные, поп-ап-магазины в спице в течение трех лет. И в этом году, к сожалению, это невозможно, как и другие все мероприятия оффлайн. И мы вот практически в самый последний момент решили, что все-таки без какого-то мероприятия, без того, что нам хотелось бы поговорить с людьми, которые нас поддерживают, что нам хотелось бы обратиться к обществу. И, в принципе, нам важны были бы очень пожертвования после этого года, после пандемии. Мы решили создать онлайн-магазин. Для нас, который занимается, в общем-то, именно тем, что ходит в больницу и облегчает деткам нахождение именно там, дает эмоциональное потребление, что это абсолютно что-то новое. Боря, единственное, попрошу чуть поближе к микрофону. Постараюсь. Звук не громкий, получается, чтобы все нас услышали хорошо. Да. Спасибо. И вот, так что в этом году на нашей странице drclowns.gov существует ярмарка благотворительная, которая, как мне кажется, объединяет очень важные вещи. Во-первых, часть от суммы, которые придут с магазина, с ярмарки, пойдут на поддержку работы доторов-плоунов в больнице. Наверное, конкретно про работу сейчас расскажет больше Игорь. Это такая очень важная составляющая часть. Вторая часть важная – это то, что нам бы хотелось быть тоже теми, кто может подать свое плечо и поддержать кого-то другого. И нам хотелось поддержать местных производителей, у которых сейчас тоже не все так сладко. Ярмарки закрыты, а мы знаем, что весь год, на самом деле, люди готовятся к Рождеству. Это их самое большое время, когда они могут получить свой доход, чтобы тоже содержать свои семьи. Это очень важная часть нашего общества, и нам хочется быть теми, кто не только просит о помощи, но при возможности может ее и дать другим. Ну, а третье, конечно, это возможность купить подарок с дополнительной ценностью, даже двойной дополнительной ценностью вы поддерживаете и местного производителя, и детей в больнице. Плюс вы дарите подарок своим любимым людям. Так что, мне кажется, это такой очень удачный для нас, еще для всех симбиоз, возможности купить подарки и сделать хорошее дело, и почувствовать еще больше себя частью нашего здесь общества и поддержать друг друга. Ну, слушайте, вот виртуальный магазин, вот онлайн-магазин, как вообще он создавался? То есть я понимаю, что это совершенно новая какая-то тоже для вас, новый опыт создания этого магазина. Многие вот говорят, в частности, вот когда мы говорили с главой ассоциации торговцев Хенриком Донусевичем, он объяснял, что создание онлайн-магазина сама по себе довольно дорогостоящая вещь, и она окупается, когда ею пользуется постоянный в больших объемах. И вот ее, ну, не так выгодно создавать, когда или объемы небольшие, или это какие-то разовые акции. Вот мы говорим, что это вот такое препятствие немножко. Вот как в вашем случае, то есть вы планируете дальше его оставлять как постоянный или, ну, временный? Вот как он создавался? Вы знаете, нам невероятно повезло, потому что один из наших докторов-клоунов, у него компания, точнее, он человек-компания, которая создает такие вещи. И вот несмотря на то, что он, на самом деле, он сейчас очень занят, он пошел нам навстречу и создал его за три недели, отложив остальные все работы. Поэтому нам финансово это стоило, что-то, но абсолютно не то, что все остальные. Потому что, конечно, для нас это было бы невозможно. Это действительно невероятно дорогостоящий процесс. И когда я сейчас в нем, я понимаю, сколько занимает это времени. И когда люди работают просто две недели нон-стопом, только единственно на наш проект отложить все остальное, это стоит очень большого уважения. Поэтому, да, я от себя персонально, от всех докторов-клоунов, мы вероятно благодарим вот именно такие компании, как Carro, которая вот Digital, которая нам сделала это, которые нас поддерживают, несмотря на то, что это занимает их время, их интеллектуальный ресурс, и, понятно, уменьшает какое-то количество их финансов, которые могут заработать в этот момент. Но про магазин, да, мы очень хотим его продолжать, мы будем его продолжать. Я надеюсь, что в начале следующего года мы начнем создавать свой собственный мерчендайзинг, который будет тоже частью возможности поддержать доктора-клоуна, купить что-то, что напоминает о докторе-клоуне, и мы надеемся его сделать интересным, веселым и с идеей. Вот, так что обязательно магазин будет продолжаться. Вопрос в каком формате? Ну, мы увидим после декабря, после сотрудничества с местными производителями и всех наших опытов. Как он работает? Может быть, несколько слов. То есть, насколько широк выбор? Я заходил вчера, ну, просто посмотрел, да, но, может быть, вот из ваших уст это будет более интересный рассказ. Сколько там представлено всяких позиций? Что это такое? И каким образом осуществляется, ну, доставка товара? У нас более, да, с нами сотрудничает на вот этот раз. Я еще раз упомяну, нас заняла подготовка буквально три с половиной недели. Поэтому, конечно, я думаю, что в следующем году у нас будет больше. Но в этом году у нас 40 производителей, которые с нами сотрудничают. И те товары, которые они предоставляют для нашего магазина, у них есть условие, что минимальное пожертвование – это 30% от цены, а максимальное – это 100%. И они каждый выбирают, что они хотят. У нас есть 8 производителей, которые дают все свои товары стопроцентно как пожертвование. Все остальные, вот мы завтра выставим такие прекрасные значочки, где будет на каждом продукте показано, какой процент идет на пожертвование доктору Клоуна. И мы пытались, когда мы разговаривали с производителями, а мы обращались к ним лично, мы пытались, хотели, чтобы были разные, разного рода позиции, начиная от чего-то вкусного, что-то для мамы, что-то для папы, что-то для ребенка. То есть у нас есть очень разный спектр для детей, для взрослых, что-то такое более, какие-то более эмоциональные подарки, более нужные подарки. То есть они, мне кажется, очень разные есть, и качество тех, которых мы предоставляем производителям, мне кажется, прям вот очень хочется гордиться ими, что у нас в Латвии такие есть, и их так много. Это правда очень приятно. Как совершать покупку? Нужно, значит, там регистрироваться. Ну, то есть как это все происходит? Регистрироваться не нужно, все происходит просто. Вы заходите на drclowns.lv, ищите внизу или наверху, есть надпись «тырдинч», а с сегодняшнего дня мы перевели и страницу на русский язык, так что ищите «тырдинч» или «ярмарка», заходите туда внутрь, и есть несколько разделов, которых вы выбираете. Это ей, ему, детям и особенные подарки. Вот. И после этого вы просто путешествуете по магазину и смотрите, что же на вас смотрит и что вам больше всего нравится или что нужно вашим любимым людям. Вот. После этого вы делаете заказ и заказываете. Никакой регистрации нету. И еще один замечательный партнер в этом проекте у нас – Омнива, который, я знаю, что сейчас у них правда тяжелые времена, потому что посылок невероятное количество, и они какое-то время даже немножко думали, они спрашивали, сколько у вас будет посылок, а то они говорят, ну, вы знаете, у нас очень сложно, ну, давайте. И, в общем-то, все могут заказать посылки бесплатно, и об этом заботится Омнива. То есть они нам сделали абсолютно бесплатные доставки, что, конечно, делает, это, так сказать, фаворит наших магазинов перед состальными. Поэтому, мне кажется, это такое, что я не устаю говорить, что работа в таком проекте позволяет встречаться с очень большим громкостным, благородством или такими прекрасными порывами, которые есть у нас с каждым. Вот эти вещи, которые можно приобрести, сколько из них, ну, вот я понимаю, что кому-то захотелось, например, вот купить какую-то вещицу, а вдруг в этот же момент на другом конце страны кто-то тоже хочет ее приобрести. Вот есть ли они в единственном экземпляре, есть ли там, ну, сколько экземпляров там такой позиции? У нас указано, да, у нас действительно лимитированное количество, есть лимитированное и нелимитированное количество, но большая часть продукции лимитирована. У нас всюду указано количество остатка товара. Но я думаю, что если даже вы будете одновременно покупать с кем-то и не подеретесь, мы договоримся с производителем, что еще одну единицу он нам выделит. Так что не волнуйтесь, всегда нам можно позвонить, внизу есть номер телефона, у нас есть замечательный новый сотрудник Илза, которая работает со всеми и клиентами, и производителями, и всегда на телефоне, и всегда готова ответить. Поэтому смело, если есть какие-то проблемы, не по каждому делу, естественно, но если есть какие-то проблемы или что-то хочется решить, узнать, смело звоните, есть номер телефона внизу страницы, и мы вам поможем. Оплата, опять-таки, осуществляется карточкой? Карточкой, карточкой или банклинком вашим интернет-банком. То есть, да. Здесь... Как в любом интернет-магазине систему мы отработали, вы не представляете. Это, правда, для нас огромное, огромное счастье. Да. Ну и будем действительно надеяться, что этот опыт будет продолжаться, потому что, мне кажется, всегда, вот если вы упомянули мерчендайзинг, это, наверное, самая простая какая-то форма пожертвования, с одной стороны, и когда человек получает что-то, что и ему нравится, и с другой стороны, ну, рассказывает другим людям, которые, не знаю, майка или там, это может быть, кепочка или что-то еще, она рассказывает другим людям об этой акции, может быть, которые еще не знают. Вы знаете, вообще, это наша идея, когда мы делаем свои компании по привлечению средств, нам хочется их сделать немножко, не знаю, иными для того, чтобы люди не только жертвовали, но чтобы они могли что-то получить обратно, чтобы само процесс пожертвования был такой более, не знаю, еще более приятный, еще более ценный, да, что это получается такая взаимная, не знаю, взаимный разговор, взаимная связь, то есть, не знаю, вот у нас были в Риме, когда пожертвовали, вы получали носик, там, носик стоил 1,99, пошло бы трамплоу, это же приятно, я знаю, что идет, денежка идет на хорошее дело, но и я что-то получаю, у меня дома, да, хранится носик и так далее, вот ярмарка тоже об этом, и мы стараемся наши все компании немножко привязывать к тому, чтобы людей засасывать в этот процесс пожертвования, чтобы они в него ходили куда более проще, потому что у нас, конечно, культура пожертвований и благотворительности, система благотворительности, которая, я не знаю, если нам у нас по времени поговорить, тоже важно, она у нас еще не развита, да, мне кажется, важно людей понемножку в это вводить по всеми разными способами и говорить с ними на эти темы. А вот что значит действительно не развито, то есть, если сравнивать с другими странами, в чем мы отстаем, в каких более сдержанный, я не знаю, как скандинавский народ в своих порывах? Вы знаете, я думаю, что более эмоциональный в порывах. Нам кажется, что благотворительность это только вот если что-то, например, прям срочно случилось, там пожар мы собираем на тех, кто остался, не дай бог, без дома. Ребенку нужна операция, мы собираем на операцию. Это такие импульсивные в тот момент эмоциональные пожертвования, которые очень нужны, я согласна, это спасает жизнь, это спасает жизнь людей, детей. Но мне кажется, еще больше нам важнее задумываться о том, что о системном подходе к благотворительности как таковой. Это тоже одна такая очень важная вещь, которая должна быть системна. И потом мы не будем тушить пожары. Это очень важно. Вот сейчас, во время пандемии, мы увидели, что на самом деле наша система здравоохранения не настолько организована, насколько нам хотелось бы. Нам, например, врачи работают 24-7, они работают масками, это все тяжелое, мы все об этом говорим, но никто не говорит о том, что они тоже выгорают. Им очень нужна эмоциональная поддержка. Я вот знаю, как раз у меня с коллегой, она рассказывала, что в Англии, когда началась пандемия, до того, как были приняты решения о том, как вообще бороться с пандемией, у них уже был телефон доверия, на который могли звонить люди, потому что людям просто становится страшно, им становится тревожно от того, что происходит. Им нужна необходима эмоциональная поддержка. И тут мы понимаем, что вот в системе, в нашем взрыве этого не хватает. Я даже не говорю уже о ежедневной работе медсестеры, больше медсестерна, чем врачей, она достаточно тревожная, в ней много стресса. У них, насколько я знаю, у них нет такого, как я знаю, эмоциональной поддержки. Даже у докторов-клоунов у нас раз в месяц проходит супервизия с психологом, потому что это очень важно. Понятно, что у них более эмоциональная работа, они дают эмоциональный контакт, эмоциональную помощь, но тем не менее, все, что происходит в больнице, это тяжело. Тяжело не закрыться, тяжело не стать таким, не знаю, чурбаном, чтобы еще жить. Если не считать это эмоциональной поддержкой доктора Клоуна, потому что, например, врачи, медсестры, они пациента-ориентированные люди, и если пациент плохо, если ребенок нелегко идет на процедуру, на операцию, они это воспринимают лично в том числе. И за счет этого тоже происходит выгорание. И в чем, собственно, суть Клоуна? Он вносит эту эмоциональную поддержку для ребенка, для медсестры, для врача, потому что, если ребенок легче принимает лечение, если ребенок легче идет на процедуру, если ребенок счастлив и смеется в отделении или в приеме неотложной помощи, то и врачу от этого легче. Ему не нужно каких-то волевых, может быть, даже физических приемов, чтобы сделать этот укол. В итоге это сказывается на системе в целом. Это не может работать только по средам, в декабре мы ходим, потому что это система здравоохранения, и здесь нужен системный подход. Но вот как это сделать, тем более, что для врача, ведь, наверное, самое главное, это, ну, не знаю, спасти жизнь, помочь больному, но иногда это доставляет самому больному неудобства. Просто самый большой страх моего детства, вот, был, когда зубные врачи, тогда стоматология была очень-очень болезненная, и я вспоминаю, насколько, ну, практически, это была камера пыток, где многие дети, ну, кричали, сопротивлялись, и в результате, вот вроде бы сотрудники хватали детей за руки, ну, чтобы их удержать в кресле, чтобы они не дернули головой, чтобы их там не случилось что-то более, ну, ужасное, чтобы они там не повредили себе что-то, как во время того, как им сверлят зубы. С одной стороны, это вроде бы понятно, что это делается для блага ребенка, но с другой стороны, ну, со стороны, это выглядело очень страшно, и очень многие, вот, ситуация, скажем, 30-летней давности прозубного, она сейчас немножко отличается за счет новых медикаментов и прочего, поэтому не все процедуры болезненные, часть из них, огромная часть, на самом деле, они безболезненные процедуры, или происходят под общим наркозом, или там, под наркозом местным, то есть она не болезненная, болезнен этот опыт госпитализации, за счет того, что тревога вдруг повышается, за счет того, что эта тревога воплощается в страх, собственно, страх мешает лечению, тревога мешает адаптации, и клоун, он снижает эту тревожность, там, например, в датском исследовании, было исследование, где выяснилось, что 68% детей и родителей переживают тревожный синдром, попадая в больницу, то есть это не, не боль как таковая, это страх и незнание, что будет дальше, и вот с этим незнанием, что будет дальше, клоуны работают, как только тревога понижается, ребенок готов адаптироваться, он легче адаптируется, если ребенок легче адаптируется, он легче принимает медикаменты, он легче принимает лечение как таковое, Или даже какой-то новый свой статус, если болезнь какая-то неизлечимая, например. Он легче это принимает за счет того, что он готов адаптироваться. Собственно, вот эта вот цепочка, а легче адаптирующийся ребенок дает еще эмоциональное состояние врача, зависит от эмоционального состояния ребенка, как это ни странно звучит. Поэтому вот эта вот общая атмосфера в больнице, о которой заботится доктор Клоун, она, собственно, является вот этим витамином, который помогает этому лечению. Есть исследования, например, в Израиле, что предоперационный период и тревога понижается с Клоуном, постоперационный период укорачивается с Клоуном. То есть больница быстрее выписывает после операции, после анаркоза ребенка, чем это делается без пола. Или, например, такие процедуры, как просто физическое, там, послушать ребенка, там, заглянуть ему в горло, в нос. Это все не болезненно, но иногда, там, например, если ребенок плачет, то и ухо у него начинает краснеть. И это может быть ошибочно принято, как зоотит, например. То есть если ребенок спокоен, можно избирать... Врач делает точнее даже самые простые процедуры. Сейчас мы буквально прервемся на короткое время, после чего продолжим нашу программу «Утро на Болткоме». Я напомню, что руководитель проекта «Доктор Клоун» Марьяна Миловская и художественный руководитель организации Игорь Наровский сегодня с нами на прямой связи. Утро на Болткоме. Продолжается «Утро на Болткоме». Я напомню, и телефоны в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9, пишите на WhatsApp 2306191. Говорим сегодня о проекте «Доктор Клоун». И сегодня у нас руководитель этого проекта Марьяна Миловская и художественный руководитель организации Игорь Наровский на прямой связи. Вот насколько этот год был действительно сложным для работы «Доктора Клоуна», учитывая все эти обстоятельства и то, что во многие лечебные учреждения ограничивался доступ к больным, ну, просто для того, чтобы случайно не распространилась инфекция? Да, наверное, тут надо разделить вообще работу общества «Доктора Клоуна» на две части. Одна часть — это административное и привлечение пожертвований, которое, к сожалению, в этом году было практически на нуле, вот, мы надеемся, на общество. А вторая часть, вот Игорь расскажет конкретно именно про то, как же происходила сама работа в больницах. Как и, собственно, как и всем людям в этом году, клоунам тоже пришлось адаптироваться к новым условиям, к новым ограничениям. И появились новые смыслы, в том числе, в нашей работе. Например, больница всегда славилась тем, что там много ограничений, много правил. И когда ребенок или там взрослый входит туда, часто это территория неизвестности. В этом году этих правил стало гораздо больше. Маску сюда, два метра, теперь сюда нельзя, надо обходить вот там. И клоун обслуживает в том числе и соблюдение этих правил, вносит некое такое спокойствие в том, что о вас позаботятся. Эти правила для всех, посмотрите, мы их тоже выполняем. И клоун играет с этими правилами. Например, вместо одной маски он носит три маски. Он преувеличивает, отсюда рождается юмор, и человек успокаивается. Собственно, у нас появились новые ответвления нашей работы. Например, онлайн клоунада, клоунада возле окон, в отделение, куда нельзя попасть из-за ограничений. Например, онкология или инфектология. В принципе, у больницы изменился имидж. Она стала еще более таким местом страха. Туда не хочется попасть. В нее никогда не хочется попасть. Но теперь это немножко омрачилось. И когда ребенок или взрослый приходит туда и видит клоуна, который вносит это немножко такое веселье и карнавал туда, этот имидж сглаживается. Поэтому вот такими были, пожалуй, главные изменения за этот год. А вот вы упомянули онлайн-клоунаду. Это вот насколько эта новая форма, она себя зарекомендовала? И вообще в чем она заключается? В мире я знаю только, пожалуй, одну организацию. Она находится в Нидерландах, которая занимается этим уже около восьми лет, по-моему. Но в принципе для всего мира клоунов это был новый формат. Лайв-стримы, снимать видео про клоуна, чтобы поддерживать даже общество, не только детей. Само общество. Потому что все вдруг стали нуждаться в этом юморе, в легкости. Поэтому что это такое? Сейчас мы строим студию, собственно, мы в ней и находимся. Мы делаем декорации, разрабатываем сценарии, чтобы дети, которые не могут по какой-то причине находиться в социуме, или клоун не может к ним прийти, чтобы они могли прийти к нам, в эту студию. Они смогут позвонить, и у них будет 15-20 минут на сессию с клоуном, на место эмоционального отыгрыша, место удовольствия от нахождения вместе с клоуном. Вот это онлайн-формат сейчас. И это делается индивидуально, то есть индивидуально с каждым. Да, да. То есть это не на... То есть в этой студии находятся два клоуна, и ребенок из своего дома, через свой гаджет, из своей комнаты звонит нам сюда, и здесь происходит игра между нами. И, собственно, главный, вот главный месседж этого всего... Потому что, парадоксально, клоун не помогает. У клоуна... Почему клоун, а не Супермен? Потому что Супермену не нужна помощь. Супермен не научит тебя помогать мне. Да? А клоун, у него всегда проблема. У него всегда проблема. Он не может нормально в дверь войти. У него... Помоги мне, как клоун. И вот эта помощь, во-первых, это главный месседж. Мы помогаем, это ценно в обществе. Помощь, взаимопомощь, это ценно. И когда ребенок помогает мне, а не я ему, он находится в сильной позиции, он находится в активной позиции. И это дает ему способность не получить травму от госпитализации, потому что травмирует именно пассивность, а не какое-то событие. Активное переживание этого события это здоровая реакция, здоровая адаптация. Собственно, про это и клоун. Он делает активным и помогает адаптироваться ребенку. Играть в это, чтобы это не было. И получается, такие вот эти сессии с отдельными вот детьми, они будут проходить вот из вашей студии регулярно с разными клоунами, да? И мы сейчас строим декорации здесь. Это еще разрабатывается. Вот я думаю, что в новом году мы запустим. Не знаю, насколько сложно ли, требуются ли для этого какие-то специальные какие-то гаджеты для связи. Вот я имею в виду, может быть, бедные семьи, у которых есть, например, но нет возможности видеосвязи через какие-то планшеты, компьютеры. Ну, я думаю, что более-менее хотя бы на один телефон какой-то, который смартфон на семью есть. Это через любой гаджет, с которым можно сделать видеосвязь. Да, то есть, скорее всего, мы еще разобраться, смотрим, разрабатываем через что мы будем работать. Это будет Zoom или это будет Skype. Мы еще сами учимся. Для нас тоже все это в новинку. Но мы будем пытаться делать, чтобы это было максимально доступно для всех. У всех, у которых есть, у кого есть телефон, будет возможность связаться с тем, у кого действительно, у которых находится ребенок в изоляции, долго лечится дома или находится в больнице, в отделении, в которое мы, например, сейчас не можем попасть, он кому-нибудь. Будет рассчитано на таких. Но помимо гаджетов, вот то, что вы упомянули, мне кажется, вот важно сказать, вот то, что Игорь рассказывает, что все это возможно только потому, что клоуны очень долго и обучались, и образовывались. И мне просто хотелось бы еще раз сказать, потому что, мне кажется, не все еще это знают. Если Игорь может буквально коротко накидать, о чем мы говорим, мы говорим о клоуне, не о человеке, который просто с улицы одел красный нос и хочет творить добро. Без обид, ну, в принципе, да. К этому требуется большая подготовка, как внутренняя, так и внешняя. И это очень важный момент, чтобы все то, что говорил сейчас Игорь, было возможно. Это все накладывается на большую работу, на большой профессионализм. Да, Игорь, тогда расскажите, действительно, потому что в моем действительно представлении, господи, что это такое, там надел красный нос, вот вышел, посмешил ребенка, рассказал ему шутку, и все дело сделано. Да, как и любой артист, у него есть время, когда он учится, и не любого человека берут в эти артисты. То же самое здесь, это артист. Плюс он еще находится на рубеже, артист и терапия. Артист, который вот в таких условиях работает. Во-первых, берут не всех, это четыре этапа отбора. И если вам удается пройти, дальше идет первый год обучения, где дается база клоунады, дается медицинская база, что такое больница. Начинается, эти люди начинают наблюдать за опытными клоунами, как они работают. Потом в конце этого года у них первые выходы, вместе со мной мы идем втроем, пара клоунов, и я как ментор. Второй год начинается более специфический, так называемая терапевтическая клоунада. Как работать с аутизмом, как работать с травмой, как работать в онкологии, какие темы там появляются, как работать с подростком, как работать в геронтологии и так далее. Более специфично. И в чем, собственно, терапия? И параллельно во втором году идет такая тема, как мой клоун, мой стиль, что такое мой образ. Его нужно достать, его нужно проявить через костюм и прочее. То есть это минимум два года постоянного обучения. Может быть, я не знаю, ты про первый год не упомянул, мне кажется, важно даже понять, какие дисциплины учатся, чтобы как-то вообще понять, из чего сейчас создаются. Из чего создаются клоуны? Нелегкие вопросы. Поэтому, собственно, и требуется год, чтобы он настолько... Мы привыкли к перфекционизму. Мы хотим, чтобы все было идеально. А жизнь не идеальна. И вот чтобы достать эту глупость из человека, чтобы он был готов быть не идеальным, одно это требует времени. Как ошибаться и наслаждаться этой ошибкой? Вот что такое клоун. Как быть очень контактным? Как не знать? Как не делать ничего, чтобы и вот этим работать? Чтобы ребенок проявлялся больше, а не я в этом контакте? Как находить тему ребенка? Как видеть, что актуально для него, а не навязывать ему свой концерт? Это не про жонглирование и просто музыку. Это как этой музыкой лечить, помогать эмоциональному состоянию ребенка. Не просто песню спеть, а спеть правильную песню конкретно для него. Как это все искать? Вот про это, собственно, первый год. А скажите, вот есть ли действительно разница, как вы упомянули, возраста ребенка, вот насколько сложнее с кем работать? С подростком или со всеми маленькими детьми? С какого возраста, например, можно, ну, вот такой контакт с клоуном? Этот контакт может быть абсолютно с любого возраста. Даже ребенок, который... Новорожденные дети. Даже недоношенные дети. В Израиле есть целый проект работы с недоношенными детьми. Клоун приходит к этому боксу и работает с этими недоношенными детьми. Потому что мы все восприимчивы, сколько бы лет нам не было. Но специфика действительно отличается колоссально от работы с подростком и от работы с шестилетним мальчиком, например. Пока Игорь думает, я расскажу немножко. Кажется очень странным, что мы говорим о неонатологии. Малыш же совсем, он только что родился. Но на самом деле он очень... Он видит и слышит. И очень много работы проходит именно через музыку. Недаром есть тоже музыкальная терапия. И с маленькими детками очень много проходит через музыку. Вот то, что Игорь говорил, почему вот клоун, он должен быть хорошо подготовлен к любой импровизации. Он ориентирован на конкретного ребенка. Что-то этого ребенка триггерит. Что-то на него действует. Что-то на его языке важно говорить. И клоун должен определить с каждым ребеночком, на каком языке он говорит. Может, в этот момент он хочет смеяться, в этот момент он просто хочет какой-то коммуникации. Да, давайте я приведу два примера. Вот вы спросили про подростка. И вообще отличается ли работа с возрастом. Например, у меня был случай, когда шестилетний мальчик выходил с заклеенным лбом. Он уже выходил из больницы. И мы встретились в коридоре. Это были его последние 15 минут, возможно, в этом госпитале. И я начинаю интересоваться. О, что у тебя наклейка? И я говорю, о, я отгадаю, что с тобой случилось. И я начинаю гадать самые сумасшедшие вещи. Что там летел самолет, и ты его остановил. Нет, нет. Потом, может быть, ты ехал на велосипеде. Может быть, там, ты боролся с десятью, там, бандитами. И потом про историю про робота, как он дрался с роботом. Он говорит, да-да-да, я дрался с роботом. Я говорю, вау, ты такой сильный. Что мне нужно сделать, чтобы быть таким сильным, как ты? И он говорит фразу, которая для меня значит, что изменилось его восприятие вообще всей ситуации. Он говорит, чтобы тебе быть таким сильным, как я, тебе нужно получить травму. И дальше он учит меня, как получить травму. Это один случай. Второй случай с подростком в онкологии. Когда мы заходим, у нас появляется отношение, хороший контакт с девочкой. И я начинаю надувать перчатку, и она лопается и улетает. И она говорит, окей, теперь мы будем спасать эту перчатку. Эта перчатка на грани смерти. Вы чувствуете, темы совершенно разные. И эта девочка помогает мне, моими же руками, лечить эту перчатку. И мы вылечиваем ее, мы боремся за ее жизнь, то, что происходит в онкологии. Мы боремся за жизнь этой перчатки. Это просто символ. И дальше, после всего, я спрашиваю, что изменилось для тебя после этого? Она говорит, мне стало светлее и зажигает свет в палате. Вот это совершенно разные темы, разная специфика работы. То, что если бы я стал гадать, что с тобой случилось в онкологии, она бы посмотрела, как мы и делали. И темы совершенно разные. Это не травма, это онкология, это совершенно другая нагрузка. Это экзистенциальные темы. Особенно в глазах подростка. Если я буду делать вид, что я не понимаю, что происходит, у нас ничего просто не выйдет. Мы не встретимся. Получается ведь так, что доктор-клоун не может работать по какому-то заранее написанному сценарию. Он должен быть готов все время импровизировать. Он должен быть готов реагировать на то, как будет дальше развиваться событие. Да. И он должен быть чистым и открытым. Например, еще один случай, когда у ребенка не было голоса, и он дирижировал клоунами, чтобы они пели. То есть клоуны были голосом этого ребенка. Или, например, у одного мальчишки была компульсия. Он все время шатался. Все время двигался. Он не мог стоять на месте. Я стал двигаться вместе с ним, как маятник такой. И потом просто мне пришла идея, а что если я буду играть музыку? Я стал играть музыку, и эта компульсия превратилась в танец. Это теперь стало не чем-то, что удерживает и сдерживает. Это теперь стало экспрессией свободы, что совершенно противоположно компульсии. У нас, к сожалению, уже совсем мало времени. Может быть, вернемся к нашей первой теме, поскольку наверняка подключились новые слушатели. И еще раз напомним о том благотворительном аукционе, который сейчас проходит на сайте доктор-клоун. Во-первых, как найти этот сайт? Нужно набрать в поисковике доктор-клоун? В поисковике надо набрать доктор-клоун или доктор-клоунс, или просто зайти на сайт, который очень простой, www.drclowns.lv. И на нем вы заходите или на благотворительную ярмарку, вы находите тырдинж или ярмарка, и там заходите и выбираете товары себе по душе, регистрироваться не надо, доставка бесплатная. То есть куча всяких разных бонусов, помимо того, что вы поддерживаете деток в больнице. Но есть еще такая возможность, которая очень важная. Мы там говорили о системности, я просто очень важна для нас. Это систематическая поддержка. Это системность, чтобы мы могли планировать работу. Как Игорь говорил, это не работает один раз в неделю, один раз в месяц и так далее. Это ферраклоун уходит в больницу каждый день. И нам очень важна была бы регулярная поддержка, чтобы мы могли обеспечить эту необходимую помощь. У нас на странице есть возможность оформить регулярное пожертвование. Это может быть 5 евро, это может быть 10 евро. Мы знаем, что сейчас, не знаю, практически 5 евро, это 2 чашки кофе. Если есть такая возможность на месяц подключить такое пожертвование, в любой момент можно отказаться. Нам бы это очень помогло. Также можно посмотреть, каким количеством деток мы работаем в месяц. Заходите на нашу страничку www.derclowns.lv и вы увидите всю эту информацию. Так что мы будем очень благодарны за действительно интерес к нам и регулярную поддержку. И очень много интересных всевозможных идей для подарков, я хочу сказать, можно найти на вот как раз таки этой ярмарке. И если вы еще не успели прикупить подарочки, то здесь это будет особый действительно подарок, подарив который вы можете рассказать эту историю приобретения. И будет ощущение, что вы все-таки сделали двойное хорошее дело, порадовали своего близкого человека, и ваши деньги пойдут на очень доброе дело. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи были руководитель проекта «Доктор Клоун» Марьяна Миловская и художественный руководитель этой организации Игорь Наровский. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. И надеемся, что будем встречаться с вами регулярно в эфире. Вы будете рассказывать о своих добрых делах и о тех возможностях, которые со стороны наших слушателей вам помочь. Спасибо. Очень рады были у вас. Спасибо. 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 Спасибо.